Попасть в свой подвал жильцы этого дома не могут уже два месяца. В декабре неизвестный предприниматель поставил новую дверь, повесил замок и начал там ремонт. Хотя в подвале много лет были кладовки и жильцы хранили там свои вещи. У нас там был полаз, ковер был у нас, у нас там достаточно новая мебель была еще в упаковке. Сейчас этого вообще ничего нет. Где это находится, понятия не имею. Несколько недель назад одна из соседок пыталась пройти в подвал с участковым. В ответ получила нешуточный отпор. Вплоть до оскорблений, помимо оскорблений, значит, был нанесен удар мне. То есть он меня толкнул, я отлетела просто в сторону. В присутствии, причем, дежурного участкового, он совершал данный поступок, не стесняясь. И кричал, что уберите эту женщину, которая, как бы, она мне не нравится, потому что она с фотоаппаратом. Открывайте! Сегодня, на удивление жильцов, в подвал их пустили. Просто ремонтом занялась новая бригада рабочих. И о конфликте с жильцами строители не знали. Свой подвал женщины не узнали. Кладовки разобраны, остатки вещей валяются на полу. Но главное, в одном из помещений уже углубили пол. Разобрали деревянные стяжки фундамента и оголили водопроводные трубы. Вот на таком уровне, на каком я сейчас стою, земля была на таком же уровне и в данном помещении. В настоящий момент мы видим, что углубление идет, ну, не знаю, сантиметров 80. Зачем предприниматель углубляет пол соседки Галина и Инта, узнали недавно. Вот заключение БТИ 2003 года. В техпаспорте прописана высота подвала – 2 метра 15 сантиметров. Сам подвал при такой высоте считается техническим этажом и продаже не подлежит. А в другом техпаспорте августа 2010 года высота почему-то увеличилась до 2 метров 95 сантиметров. Он признан цокольным этажом, а значит, в нем можно открывать магазины. Однако в подвале фундамент и все коммуникации дома. И жильцы теперь не знают, как будут попадать в него, если прорвет какую-нибудь трубу. Да и как скажутся на состоянии полувекового дома, такие изменения неизвестно. Система отопления, магистральные трубопроводы, электрооборудование и так далее. То есть практически все, что касается всех квартир дома. Не только нашего подъезда, дома. И вот это помещение взяли и продали. Жильцы дома дважды обращались с заявлениями в прокуратуру. Там провели проверку и ответили – все законно. При проверке регистрационного дела в регистрационной палате каких-либо нарушений при купле-продаже на помещение выявлено не было. Все сделки были совершены законно. Решение районной прокуратуры жильцов не устроило. Сказали – будут писать в областную. Правда, пока силовики в очередной раз проводят проверку, подвал разбирают по кирпичику, пытаясь сделать из него цокольный этаж. А на доме уже появились трещины. Между тем, предприниматель, который его купил, заверил нас – никакого углубления пола его рабочие не делают. Я могу вам четко и конкретно заявить, никаких ремонт и проектировочных работ не ведется. И не ведется только выравнивать уровни земли. Причем даже приходится заявить. Сейчас Галина Калышницына и Инта Злобина пишут письмо губернатору. Уже записались на прием к мэру. Надеются, вышестоящие власти смогут приостановить ремонтные работы в подвале. Аналогичный случай произошел в Ярославле. В это воскресенье, 30 января, там рухнул дом. Некоторое время назад первый этаж и подвал этого дома купил некий предприниматель. И так же, как и сейчас в Кирове, сломал перегородки и сделал углубление подвала. Жильцы дома тоже обращались и в жилконтору, и в администрацию города. Однако поддержки не добились. В результате всех перепланировок дом рухнул. Евгения Демина, Алексей Стахиев, Бюро новостей Довича. Редактор субтитров А.Семкин